Добрый день, дорогие зрители канала Ваша Дача. С вами Татьяна Башмакова. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я буду пересаживать свои глоксини уже в постоянные горшочки. Хочу напомнить даты и сроки, как росли мои глоксини. Посеяла свои глоксини в конце ноября. В конце февраля я их пикировала, снимала видео, показывала, какие они были маленькие. Попикировала их в маленькие стаканчики, вот такие, грунта. Сначала, после пикировки, я вообще положила вот так вот мало, полстаканчика торфяного грунта. Дальше они росли немножко тоненькие. Все это время до сих пор они росли на стеллажах под фулл спектром фитолампы. И вот потом подсыпала, так как они немножечко шатались. То есть, глоксини на ранней стадии, она пока не имеет большой клубень. Она всегда более тонкая, немножко тянется. Еще это зависит, конечно, от количества цвета, тепла. Но вот они, вот такие стали более крепкие. Одна глоксини опережала всех, и горшочек у нее был чуть большенький. И вот я ее пересадила, и она первой дает мне уже такой большой букетик. Сейчас на сортах я сильно останавливаться не буду. Ну вот по цветам я решила, цветные горшочки, она очень красивая. Вот смесь императрица, например. Смотрите предыдущих видео, какой глядит пакетик. Я буду в зеленые горшочки, фиолетовую пикатив в розовой горшочке. И смесь окрасок. Вот у нее такой, один такой красавец расцвел. И два штучки всего из пяти есть. Они у меня будут вот таких золотых горшочков. Грунт какой я беру. Сейчас уже это у меня уже не чисто торфяной. Но 50% торфяная смесь универсальный грунт. И 50% земля с перегноем. Земли там чуть больше три части и две перегноя. Глосиния любит богатый грунт, но он должен быть дышащий. В качестве разрыхлителя я не брала ни перлит, ни вермакулит. Это скорлупа яичная и немножко золы. Добавила вот такой вот он, рыхлый, сыпучий. Пересаживать я буду в горшочек объемом 0,8 литра. Как мы пересаживаем? Глубень должен быть не очень глубоко. Но в то же время, если он будет на поверхности, он потом может высохнуть. Наша задача вырастить максимально большой клубень за первые пару лет. Вот я вот так смотрю, где-то сантиметра полтора можно подсыпать земли, чтобы потом здесь оборвать один листик и подсыпать ее вот так вот немножко. Очень глубоко нельзя. Но в то же время на поверхности совсем он может высохнуть. И почему такой горшочек именно такого объема? Ну, чтобы опять же наши клубни могли сохраниться. Спасибо вам за подсказки, что рекомендуете не ложить спать первый год зимой, потому что клубню надо все-таки окрепнуть, подрасти. А засыпание сложно будет его сохранить. Но еще, чтобы сохранить наш цветочек хорошо зимой, мы специально и выбрали больший объем грунта. Чем больше объем грунта, тем реже мы будем поливать. Полив должен быть, особенно спящий клубни, крайне редкий. Но полное пересыхание тоже не годится. И второй момент, который именно для глоксинии я, чтобы для сохранения выбрала, это добавление в грунт обычной земли. То есть земля, она будет давать возможность и поливать их сверху. Достаточно глубокое блюдце, в которое можно будет наливать воду снизу. Торф сам по себе, он не пьет воду снизу, обычно плохо пьет. А вот именно добавление земли дает такую возможность. И для глоксинии, в отличие от фиалок, у фиалок все-таки корешки хорошо широкие. Фиалкам нужно узкий горшочек, а глоксиниям широкие, чтобы мы могли с краев поливать. Именно сверху, когда поливаем, именно с краю. Дело в том, что пить должны корни. Сам клубень, он не должен быть переувлажнен. А корешки должны пить воду, и тогда клубень будет хорошо наливаться. Ну, если вы посадите в торфяной грунт, то вы должны или посадить на фитиль, чтобы могли их поить тогда, когда хотите, или просто ставить свой горшочек в воду. Воду можно ставить даже до середины горшочка, чтобы грунт хорошо напивался. И тогда обязательно, после того, как мы напоим наши глоксинии, нужно сделать перерыв, чтобы земля подсохла. Вот такой режим полива нужен для здорового развития глоксинии. Ну, и теперь посмотрим, как пересадить. Вот такие сплошные корешочки здесь, миленькие уже. Шатается она все это, маленькие листики мы убираем. Очень аккуратненько. Получается, присыпать приходится вот эту часть тебелечка, которая тоненькая, сразу росла. Ну, чтобы она и не сломалась, и не шаталась. Я все это аккуратненько сейчас наполню. Почти до первых листиков. После пересадки обязательно поливаем. Ну, стараемся поливать по краю. Но хорошо нужно пролить грунт. Я специально его делала слегка влажным, чтобы он хорошо взял воду. Дело в том, что наша земля с наших стаканчиков, которые были, должна хорошо воссоединиться с новым грунтом. И дальше, после хорошего полива, ставим в светлое, теплое место. Желательно не менять им сейчас освещение, не менять ничего, чтобы они не заметили пересадку. И в следующий раз полив уже осуществлять, когда грунт в наших горшочках фактически полностью подсохнет. Дальше мои глоксинии будут стоять на восточных окнах. Они очень любят восточные окна. Они любят очень много света. Длинный день, но свет должен быть рассеянный. То есть прямые солнечные лучи плохо выдерживают листики глоксинии. Прямые, но много света нужно. Поэтому, если у вас есть возможность где-то возле южных окон, они тоже будут вам благодарны. Выращивайте такие прекрасные цветочки, которые очень радуют. И семян, даже мне не верится, что из семян выросла такая красота. И оставайтесь с нашим каналом. Будем дальше выращивать вместе. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok